В эфире проект в тему, в студии работает Павел Волков и сегодня мы поговорим о развитии современных медиа в школьной среде. У нас в гостях председатель автономной некоммерческой организации, Центр семейных и молодежных инициатив «Там-там» Надежда Крюкова. Надежда, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите для начала, почему ваш центр называется «Там-там»? С чем связано такое интересное название? На самом деле это очень старая история. Когда мы только начинали свою общественную деятельность, мы с мужем делали разные совместные проекты, но без некоммерческой организации, просто как общественные деятели. И тогда у нас были все наши проекты, как «Снежная крепость», может быть, кто-то слышал. Мы построили тогда самую большую в России «Снежную крепость». Они были все направлены на такое что-то околотуристическое, путешествие, досуг семейный. И поэтому, чтобы, так сказать, запоминающееся было, где ты был «Там-там», мы решили оставить «Там-там». А потом уже создавая некоммерческую организацию, пришли к тому, что вроде как досуг — это что-то большего хочется, дальнейшего развития. И чтобы заложить какое-то дальнейшее развитие организации, мы решили ее назвать немножечко подлиннее. Тем более, что некоммерческие организации должны называться так объемно и понятно, о чем идет речь. Поэтому «Там-там» осталось и добавились семейные молодежные инициативы. Надежда, расскажите, в какой момент случился перелом в движении организации? От туризма перешли к медиа. Как произошел этот переход? Ну, там был и туристические были, конкурсы всевозможные, конкурсы рисунков на асфальте, просто рисунков. Потом мы как-то сделали конкурс «Дети о победе». Ребята читали стихи. И мой супруг, он занимается современной графикой. И мы решили попробовать направление фильмов. То есть не просто короткие ролики о победе, стихи записывать, а решили предложить детям снять фильмы о людях, которые живут среди них. То есть найти в них героев. Не человека, там, паука или супермен, да, а обычного человека. И найти, почему он является героем. Справились дети? Затача достаточно сложная. Да, справились. В проекте приняло участие 20 команд, сняли они 20 фильмов. То есть там были и о пожарных, о тренерах, о ликвидаторах Чернобыльской АЭС было. То есть были об учителях чаще всего, конечно, они делали. Ну, потому что это, видимо, для них ближе. Да, да, да. Вот. Они справились. И самое главное, что у них поменялось немножко мировоззрение. То есть на самом деле в начале проекта они вообще не знали, что нам делать, как, в смысле герой. А потом уже, когда стали этих людей ближе, да, узнавать про них, снимая фильмы, знакомиться с ними. Как-то помогали участники организации вот найти в обычных людях героев? Да, мы в тот момент у нас были мастер-классы для них всевозможные. То есть мы также им помогали по сценарию, справиться с операторской работой, с монтажом, потому что ребята некоторые это делали вообще впервые. Для них это все было новое. У нас были собрания, да, индивидуально с каждым общались, помогали, подсказывали, если у них не было идей. Но так как они все равно представляли какие-то свои организации или школы, например, да, то у них еще был куратор при школе, допустим, или при спортивной секции, который их тоже направлял, как-то подсказывал. Ну и так вы переросли в такой большой проект. У вас, я насколько знаю, даже есть своя собственная студия, передвижная телевизионная станция. Вот расскажите про эти новинки. В рамках какого проекта удалось их получить? Да, ну не сразу мы так в этот проект переросли. На самом деле у нас еще был проект создания школьно-молодежного СМИ в городе Рыбинск. Мы полтора года занимались с ребятами именно по Рыбинску, да, создали свою собственную студию. Мы ведем из нее прямые эфиры еженедельно. Ребята снимают репортажи, сюжеты о жизни города, о том, что их интересует. Фоторепортажи делают, то есть совершенно разносторонние. Год мы выпускали еще журнал, печатное издание, были официальным средством массовой информации. Мы, наверное, вернемся к интернет-изданию. Ну, то есть вернемся до статус СМИ, но только как интернет-издание. Для этого мы, собственно, и хотим развиваться дальше, привлекать регион. Вот, и как раз наш новый проект, который мы тоже выиграем на средство от фонда президентских грантов, получили поддержку, он называется «Медиатрамплин. Погружение в профессию». Он стал как бы продолжением того, что мы делали с рыбинскими школьниками. То есть ребята, которые у нас остались с прошлого проекта, они сейчас нам активно помогают, волонтерят. Вот прямые эфиры каждую неделю со специалистами мы делаем с ними вместе. А уже дальше, да, у нас планируются практикумы по небольшим городам и селам Ярославской области для уже школьников, которые живут далеко от нас. Для этого мы собрали мобильную телестудию на колесах. У нас там есть и камеры, и микрофоны, и наушники, и передатчики. Прямой эфир будет? Да, мы хотим пробовать с ними делать прямые эфиры. Это, конечно, из-за того, что мы как бы в поле, грубо говоря, это репортаж с колес, мы приезжаем в разные, иногда даже достаточно глухие деревни. Вот, и мобильная даже связь не позволяет сделать прям четкий прямой эфир, поэтому вот не каждый раз, но такая идея есть, да, сделать телемост со своей студией в Рыбинске, чтобы прям в прямом эфире ребята включились, рассказали о том, что у них на месте происходит, а наши поддержали разговор, да, и продолжили передачу. Ребята будут выступать только в качестве корреспондентов, или они также будут осваивать и профессии инженеров, режиссеров, операторов, видеомонтажеров? В рамках практикумов мы будем делать репортаж от нуля до завершения, то есть придумываем тему вместе с ними, сценарии они пишут, мы их просто поддерживаем, помогаем, направляем там иногда, правим что-то. Вот, дальше, соответственно, мы к ним приезжаем, у них уже готов сценарий, одному выдаем камеру, наушники другому, то есть они и звукорежиссерами себя попробуют, и операторами, и корреспондентом, ведущим в кадре. А потом это все мы с ними снимаем и пробуем смонтировать прямо на месте, если это под монтаж. Если мы делаем прямой эфир, то сидит инженер прямого эфира и сразу выпускает в эфир. В общем-то у нашего телеканала, я так понимаю, появляются серьезные конкуренты. Ага, возможно. Расскажите, кто участвует в вашем проекте, с какого возраста берете детей на обучение? У нас как такового обучения нет, но чтобы все понимали, то есть для них это все практика. Мы, потому что еще в самом нашем первом проекте решили, что, ну как бы если мы будем читать скучные лекции, то все уснут и никакого эффекта не будет. Вот когда ты им даешь камеру, микрофон, отправляешь их в поле, они приходят, у них ничего не получилось первый раз. Сказал им, почему не получилось. Второй раз не получилось, то есть поправил тоже. На третий раз они принесут хороший материал. И мы надеемся, что, конечно, съездив один раз или два раза, мы не научим их прям всему-всему, но мы дадим им толчок, желание развиваться дальше, попробовать себя в этой профессии и решить, нужно им дальше или нет. И поэтому нацелены мы, то есть мы берем ребят шестые, десятые классы. Скажите, Надежда, а вообще вот востребовано это среди детей сельской местности? Ведь сейчас достаточно много интернет-технологий, и, наверное, дети должны уже про все это знать. Или же наоборот, чего-то не хватает? Нет, они знать-то знают и снимают. Ну, только если мы посмотрим, что они снимают, ну, то есть чаще всего это Инстаграм, ТикТок, да, это короткие видео. Скорее всего, это развлекательный контент, то есть они не рассказывают историю. Репортаж, сюжет, да, телевизионные эфиры, это все равно история, да, с чего началось, куда пришло. И мы их учим рассказывать эту историю. Куда еще в ближайшее время планируете поехать на своей передвижной телевизионной станции? Откуда будут еще прямые эфиры? Из Тутаевского района очень много заявок, из Углического тоже есть, Брейтовский район предполагается. Есть школа в Ярославском районе, в Рыбинском, Углич точно, Брейтовом. Надежда, вот скажите, а чтобы присоединиться к вашему проекту, детям придется ждать именно приезда вашего в их населенный пункт? Или же можно как-то подключиться удаленно посредством социальных сетей или на сайте? Да, вообще они могут уже сейчас включаться в работу активно. У нас идут прямые эфиры каждую неделю со специалистами сфер медиа различными. От СММ-менеджера, дизайнера, корреспондента, ведущего. У нас был пресс-секретарь главы нашего города. Она рассказала о карьере в небольшом городе. То есть она начинала свою карьеру с корреспондента на местном телеканале, потом стала ведущим, и вот сейчас она пресс-секретарь главы. Вот рассказывала о карьере своей, что на самом деле даже в небольшом городе можно до чего-то дорасти, шагая по сфере медиа, так сказать. По карьерной лестнице. По карьерной лестнице. Ну и, соответственно, эфиры у нас планируются до конца декабря. Разные будут и операторы, и фотографы. И даже если вы не посмотрели прямой эфир, то можно посмотреть его в записи, вернуться, послушать. Для того, чтобы дети поняли, что есть другие профессии. А интервью у представителей разных профессий кто берет? Вы или же сами дети? Нет, нас берут дети, подростки, которые у нас занимались раньше, которые у нас сейчас в нашей студии занимаются в Рыбинской. А, соответственно, те, кто удаленно от нас находится, могут подключиться и задать вопрос в прямом эфире, в комментариях. Их вопрос обязательно дойдет до нашего гостя, и он на него ответит. Что ж, Надежда, спасибо вам большое за интересную беседу. Надеюсь, что у вас все получится. И в скором времени в Ярославской области появится еще один полноценный молодежный телеканал. А я напоминаю, гостем проекта в тему была Надежда Крюкова, председатель автономной некоммерческой организации, Центр семейных и молодежных инициатив «Там-там». В студии для вас работал Павел Волков. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин